Твич Это обычный бизнес-симулятор, где мы будем заниматься созданием взрослого контента. Казалось бы, за что? Это же бизнес-симулятор, где нужно, как обычно, строить здания, нанимать людей, следить за бюджетом. В общем, заниматься извлечением прибыли и съёмок фильмов. Правда, фильмов для взрослых. Однако Твич не любит сексуальные темы, а потому в этой игре они и перекрыли пути на своём сервисе. BMX 3XA. Название уже кроется что-то неладное, подумаете вы. Но, в принципе, ничего особо страшного в этой игре не происходит. Это не симулятор свидания для любителей экстремальных видов спорта. Это всего лишь аркада, где мы всё так же катаемся на BMX. Однако играть можно за девушек, которых вы имеете возможность модифицировать, выбирать размер груди, одежду, в принципе, можно и вообще без одежды. Что ж, всё понятно, Твич против такого контента, поэтому наслаждайтесь этой игрой на своём ПК. Эта игра, на первый взгляд, похожа на обычную викторину, и, в принципе, так оно и есть. С одним лишь исключением, что за правильные ответы вы будете получать необычные для таких игр бонусы. В плане, вы точно не получите набор энциклопедий. Игра состоит, как вы уже поняли, из вопросов и девушек, которые будут раздеваться, если вы будете давать правильные ответы. Кстати говоря, разработчики хорошенько встряли, когда выяснилось, что одной из моделей не было 18 лет. В принципе, думаю, вы понимаете, почему эту игру запретили. Не поверите, но за эту игру на Твиче вас также забанят. За что, спросите вы? Но здесь всё достаточно просто. Директор СКАД получил от ESRB рейтинг M для взрослых за наличие сексуальной сцены, при том интерактивной, и наличие голых тел в кадрах игры. Ну и, как мы с вами уже поняли, Твич не приемлет игры с рейтингом M. Даже таких крутых, как Варингейт, которые, к слову, ну вообще не про это. Скажите, а какую игру вы считаете максимально жестокой? Напишите об этом в комментариях, пока смотрите ролик. Может для кого-то это GTA, для кого-то Manhunt, а для кого-то это Postal, может быть ещё какая-то игра. Но вот для Твича максимально жестокой показалась игра Hatred. Здесь мы выступаем в роли чувака, который убивает людей с максимальной жестокостью. Графикой 2015 года, особенно в катсценах, вы можете посмотреть, как бы выглядел Postal, скрещенный с Manhunt в наше время. Такая мясокровища из последних игр прослеживается, ну разве что только в Doom'е. Из предыдущей игры вы могли бы предположить, что из-за Manhunt вас забанят, и будете правы лишь отчасти. У Manhunt'а есть две версии. Первая из них с цензурой, которая якобы смягчает уровень насилия, отображаемый на экранах. Во второй же всё по-взрослому. И разумеется, за этот самый уровень насилия Твич и не пропускает Manhunt. Но более всего мне интересно, неужели кто-то правда готов променять нормальную версию Manhunt'а на каст... Кхм... Цензурированную. В чём тогда смысл? Ханни-поп это ещё один пазл, который мы приняли называть «Собери их в ряд». Однако этот пазл работает следующим образом. Девушки, которых вы видите рядом с доской, любят определённые токены. Сначала нужно понять, какие именно, а потом собирать только их. В таком случае девушка по итогам вам даст. Боже, для кого вообще создают подобные игры? Но опять же, сексуальный контент и Твич идут разными дорогами. А эта игра реально прикольная. Наверняка вы были бы рады посмотреть стрим с этой игрой у какого-нибудь стримера. В Яндере Симуляторе нам предстояло играть роль японской школьницы, которая всеми путями должна была добиться того, чтобы другие девочки не злодели сердцем парня, которого она любит. Убивать этих девочек, кстати, не возбраняется. Я бы сказал, даже поощряется. Однако из-за сексуального контента, как то фотографирование переодевающихся девчонок и насилие с огромным количеством крови, Твич решил не связываться с этой игрой. Если предыдущая игра показалась вам безумно япончной, то это показалось нам абсолютно неадекватной. Знаете, чтобы и нам не связываться с администрацией Ютуба, нам пришлось использовать скриншоты из игры, где нет ничего запретного. В рейплее вы играете роль маньяка, который преследует трёх девушек, мать и двух её дочерей, преследует, раздевает и насилует. Господи, кому вообще в голову могла прийти идея создать подобную игру, и... На что они вообще рассчитывали, создавая её? Для кого-то покажется странным, что эта игра получила бан от Вича, а для кого-то нет. Зависит от того, чем вы сами занимаетесь в Second Life. Ведь в этой игре действительно можно делать что угодно. Ввиду этого вы можете как видеть адекватный контент, так и, например, попасть в дом каким-нибудь извращенцам, которые покажут такое, чего вам захочется вообще выключить игру и больше к ней никогда не притрагиваться. Поэтому Твич решил обезопасить своих зрителей и просто не давать возможности показывать Second Life. Ведь мало ли что вы там увидите.